хайушки ребятки и снова здравствуйте мы ведем наш массаж мануальный и тренинг переходим к ногам значит смазали маслом всю ногу если волосат с помощью чуть побольше масла можно добавить и небольшой лайфхак с той стороны голень как бы мы не смазали не хватает масла можно про запас оставить маслица на стопе потом когда мы перейдем к стопе мы его по тыльной стороне там и размажем значит опять по нашей схеме начинаем все от общего частному как я писал уже да все движения идут вверх в сторону сердца мы гоним и лимфу и венозную кровь и мышечную жидкость а назад озоны отчитываются назад по секрету вот и ягодица относится как продолжение спины и окончания ноги вопрос на засыпку вам как вы думаете ну да функционально тазовые кости разделяют нижнюю часть тела и мышцы в верхней части тела нижней части тела но ягодица во всем и в том и другом случае когда делаем спину и когда делаем ноги значит поехали разворачиваем руки и инвестируем ладонями стопу будущего хватило потом перепонками пальцев инвестируем ладонями поперек быстро-быстро стираю всю ногу теперь прогульная все ногу и начинаем работать до вышелка такая с первой зоны с ягодичной значит придерживаем ногу да и все то же самое что мы делали когда делали спину большим пальцем к бедру прошлом вертелу и вокруг ягодицы вниз все движения по трем линиям линия прохода вместо крепления здесь по центру мышц и вместо крепления сверху потом кулаком если мы делали массаж до этого спины да то в принципе ягодицы уже было проработано поэтому в том случае не сильно уделяем и время такие же операционные движения вдоль теперь мышц если находим где-нибудь там мышечный тяж будет такой натянута как пальчиком перескакивать через эту мышцу да то с ней отдельно можно проработать ее взять эту мышцу да и метод миофасциального релизинга вот например мышцы на центре здесь это кстати гушевина мышцы да 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 вот чувствуешь так вот так по диагонали поперек ее то берем защиту мышцу прямо глубоко и растягиваем и в разные стороны один пальцы вниз тянет другой вверх поперек так она идет и как вот она потихонечку выползает из пальцев теперь поперек и берем всю целиком пальчиками хватили и тянем на себя тягами в длину ширину вернее тягом тягиваем она потихонечку выползает выползает и фасция распрямляется и можно в длину здесь вместо крепления здесь вместо крепления и растянули движения там даже еще быстро показываем вот это случай если что-то где-то там болит теперь переходим к бедренной части визуально делим пополам на внутреннюю часть медиальную и внешнюю латеральную начинаем разминать снизу вверх чуть присели внешнюю часть доходим и вот туда вот сливаем лимфу каждый раз теперь большими захватами все сразу и уходим туда опять к пахло зоне мы убираем постоянно лимфу теперь желательно предплечьем захватить это пониже все будут и больших мышц в эту сторону раздавили и в эту сторону раздавили снизу вердвижность раздавили и вот так целиком далее развернулись чуть-чуть к ноге к рабочей зоне я вам говорю да что к рабочей зоне мы должны ниже пупка находится вторая чакра . дань тянь она отвечает за профессию тех кто делает все руками там столеры повара плотники там до массажисты вот поэтому мы к рабочей зоне достаём этой частью посередине направляем как лучик такой сюда сейчас мы так немножко по диагонали направлен берем лапу леопарда раздавили мышцы в сторону к левую правую половинке да если двуглавая мышцы это по этому красную бицепс до рассоединили раздавили захватили так раздавили захватили давили захватили ягодицу не туда тоже захватили далее кулаками сбоку прижали и сибрации больше вперед приподняли и собраться вперед с такой вибрации вперед следующий прием нам надо его так волной пустить то есть из кулака в кулак перекидываем так получать эти хорошо расслабляет движение следующее движение лапа леопарда просто натираем все вместе с ягодиц внизу вверх быстро энергично вот все техники такие же даю начинаются с подглаживанием легкого потом ему кулаками а потом уже идем локтями так теперь пол шага сюда отступаем мышцы вот этого бицепса крепится ниже складки сгиба да а мышцы и кроножные крепится выше поэтому мы должны взять протереть сначала зубой сверху сверху мы переходим на всю стопу и кроножные мышцы также визуально и делим на внутреннюю и внешнюю также здесь двухголовая получается мышца и растираем ее по очереди внутреннюю часть внешнюю часть разминаем так чтобы раздвоить ее эту мышцу все хорошо получается вот по очереди это рукав внизу а это верху доводим до пальцев поочередно рука осталась под щиколоткой а эта рука захватывают ахилл его с вхожилия и мы приподняли ногу на шевелится лишь махил согреваем и растираем далее внутреннюю руку захватила пятку и натянул захватываем его между пальцем кулака достаточно жестко и плоскостью кулака дальше идем по всей икре расплющиваю по бедру в седалищную кость а это рука догоняет и захватывает с той стороны за верцовую кость и получал локоть здесь от видишь снаружи получается у нас вот такой захват захватили и растянули ногу с вибрацией некоторым говорю что ноги увеличиваем девушкам до двух сантиметров девушки радуются на самом деле когда мы там схватили мы прищепили пальцами вот эту косточки снаружи вот где он заканчивается и вдоль берцовой кости больше без украсти вот три четыре точки находятся точки долголетия заодно их там еще и политика стимулировали страны теперь разворачиваем пятку во внутрь тем самым мы бедро подкручиваем и вокруг этого бедра раз уходим кулаком где стояли там оставим руки берут вот так и кладут ногу вот сюда это рука поднимает всю мякоть бедра с той стороны вот здесь идет кость да и мы поэтому перед костью с этой стороны работаем локтем и с этой стороны по мякоти здесь большой тракт бедренный идет да вот мы его растворим снизу вверх быстро энергично потом переходим локтем сюда на мягкое место и по мягкому месту 3-4 вот таких глубоких продавливания туда далее берем за щекотку ногу и чем далее сюда она готовим в эту сторону потом сюда могут в ту сторону это как раз море про прорабатываем грушевидную мышцу то есть вот когда про может потрогать потому что ее отводим начинает играть глубоко а здесь средняя ягодичная таким образом мы получается эти мышцы натягиваем и в этот момент кулаком прорабатываем и вот локтем локтем вот сюда прошел здесь малую и среднюю ягодичную здесь грушевидную тех людей у которых это болезненно так жестко не надо делать но если совсем не терпит а то можно принципе кулаком кулаком полегче будет вот движение получается здесь подковообразная вот такое вот такой другой да и здесь тоже дугой направление нашего локтя вот если прямо болит дату упираемся посередине вот этот тяж мышечный будет здесь посередине этого тяжа вот грушевида например вот туда давлю а ногу она выработать я за счет того что мышцы двигают она сама носируется мой локоть и туда ниже даже ниже даже можно туда внести вот теперь само бедро биологически активно . через а по центру идут берем их прорабатываем поднимаем и сокращаем эту мышцу у нас проработали также биологически активно . тут я вам рисовал да с ними работа вот так прижали сильно достаточно возможно больно будет потерпеть немножко . через каждые три сантиметра тут точки идут по ходу седалищного нерва положили обратно и растянули теперь вот эти мышцы вот малоберцовая кость вот большая берцовая между ними вот это мышцы выглаживание фасции называется мягко так идем аккуратно по кости будет больно да поэтому немножко под углом своими косточками вот этими растяжками раздвигаем как волокна этих мышц можно вот этим этими костяшками пройтись и всем локтем ногу укладываем обратно и как раз мы становимся . дань тянь напротив следующего после воздействия ну давай много склада запомнилась давайте поэтапно значит что мы делаем значит мы что сделали развернули колено и вот так вот ушли и сразу руки захватывать здесь и кладут сюда и ныряет вот сюда как в танце одна нога сюда другая сюда так просто как мы его уложили да это ныряет придерживает чтобы не поднимал ногу а здесь локтем натирай большебедренный транс это уже фасция такая большая широко фасция да снизу вверх быстрее энергично быстрее энергично переходи локтем через косточку сюда и прямо стрелем локтя также натирай вверх вокруг кости туда дальше да как мы воздействуем уже глубоко уже не с такой интенсивности да да локоть оставляешь здесь и теперь поработаем с контентными мышцами вот захватывай запястье так и к себе вращаем соответственно подкова такую локтем внизу вот туда это трапецию а это вот молния ягодичная может быть болезненно по костям вот легко запомнить какую сторону двигаться его ногой потому что всегда руки ходят одна друг против другой если это пошло по друге вперед и наоборот так скажите пожалуйста в обратной стороне какой-то когда ниша мальпуляция ты куда шагаешь вот туда нет вот туда если дальше туда на вот это может поперек среднее ягодичное то тогда но вот сюда и проверяем повыше можно пониже будет болеть бедро разворачивается бедро на нас разворачивается проверяем где такое место терпимо где нетерпимо а если вот сюда локоть туда направляешь на меня другое подиагонали друг ногою вот туда подальше если у него центра стороны все интересный прием да я вот это почему уникальный никто такого не знает но есть еще как бы когда вообще мышца спазмирована там не может прямо на срыв сделать локтем например ты чувствуешь что там боль до мышцы прижимается дальше нерв даже посередине прямо разогреваешь это место до уперся в этот мышцы посередине поперек человек терпит терпит более ты потом это мышцы взрываешь весь этот пучок мужчина ты растягиваешь очень становится чувствительно как и подразумевая наверное это больно больно да больно но она стоит больно там стоит и буквально там за один сеанс отпускает мышцы на становится лишь то же самое здесь да если вот она уперся от него может даже пальцы поострее чтобы больно да да вот натёр ее самое место дождался когда уже совсем больно и потом так сорвала пендикулярно мышцы и сразу надо начинает касаться ягодицы видишь касается ягодиц здесь не касается ну давай сделай тогда в один сюда доедаешь вот туда а в ту сторону могу ягодично когда почувствовал что человек больше не терпит тогда скрывают мышцы пендикулярно вот такой нюанс запишите себе на ус да мой дед говорил все дело в нюансах и в эту сторону лучше кулаком мышцы пендикулярно начинаешь или локцом вот сюда даже палец слабее ну давай ты его пожалеть хочешь да тебя нет на себя ты стыдно натягиваешь туда он не член на стены ждать чуть ли не за столом нужно спустить снова пускать а стола а не стрелай прямо сюда хотя бы так что у нас касается два пальца станции вот вот эти точки давай теперь пройдись они через каждые два пальца . . . вот до сюда ребята пока нас смотрите не забудьте поставить лайки и нажать на колокольчик сверху что получает новые полезные уведомления о новых видео на нашем канале и соответственно пишите комментарии как вам нравится эти нового техники на ухоу и какие техники сами применять в работе это интересно а еще лучше вам быть здесь на занятии все понимать и проходить на жилой натуре да ведь я же ставлю руки и вы уйдете готовым мастером теперь вот эти точки тоже так через два пальца примерно на полгода больновато нетерпима вот точки это сразу ослабляют все кроножные мышцы наличь как и остановятся меня нет чуть послабее вечно стоит ребят а вы знали про эти точки напишите на так его положили а вот это еще не делал здесь выглаживаем вас больше у малой певцовой мышцы не струны и ухо течет от пальцев и к себе да к сторону головы пальцев ног в сторону головы все приемы делаем это мы слишком больно да у тех кто много ходит у бегунов всяких именно вот эта мышца да она такая раздутая и болезненная положили как раз оказались ну вот возделываемой зоны по внутренним идеальной части сухожилия разминаем обычным способом по сути двойной концовый захват теперь внешнюю в общем-то собственно говоря повторяем все то же самое что было с бедром только вот один приемчик можно добавить когда он который мы делали на шее приподняли обе мышцы с другой стороны потрясли и растянули подняли потрясли и растянули с другом и так и растянули стряхнули и растянули все конечно все очень любят скручивания поэтому скручиваем прям как бутыл крапивку делаем всю ногу целиком развернулись и все те же приемы которые делали с бедром только поднимаем подняли лапа леопарда идем до конца до ягодицы теперь поднимаем как бы все мышцы как будто от костей оторваем и развернули и приближали вперед все эти приемы также производится в антицеллюлитном массаже только побольше и на одном месте подольше да и желательно без глубокого проникания мяса подкожная клетчатка работает вот так теперь вот то что мы вот так вот волну пускали перекидывается и лапа леопарда быстрее затирание так и теперь вот мы размещили ткань до теперь пошла работа с лимфатической системой первый прием это вот как бы пальчиками продавливаем хаотично глубоко с разных сторон всю вот эту массу мышц потому что лимфатический сосуд находится на любой глубине они есть везде кроме во всех тканях кроме суставов и медленно делаем потому что кровь себе человека качает сердце алифы только массажист но сердце это делает 60 90 ударов за минуту до докажут почку пальца на лицает лимфа и венозная кровь течет медленно лимфа всего лишь один два сантиметра в минуту делает поставишь вот следующий прием лимфатическая труба гудвина номер один номер 1 вот берем такое кольцо может меняться и представляю что это как через консервную банку мы пропускаем сначала мандарин потом лимон потом апельсин потом грейпфрут потом помело потом дыню подняли и вот пошел мандарин лимон апельсин плотно плотно грейпфрут меня уже помыла пошла и вот дынька началась теперь лимфатическая труба гудвина номер 2 гудвин тюб на баку вот так отражали за счет силы грудных мышц обычно знаете какую обучают лимфатическому массажу типа имитация сократительной деятельности мускулатуры наши да ну господи говоря это мертвым припарка что это такое надо пожестче но потерпи если это эротический массаж можно расплющить двух сторон и прямо нацелим тянем тянем да в артическом массаже может быть это или какой-нибудь бабушке божьему 2 у которого такие сильные движения не сделаешь так лимфатическая гудвин тюб набор 3 тут заново рваться поставить так что в каждой стороне было по 5 пальцев да вот все получилось не кажется получается и теперь нам надо зажимать нижний потом средний потом верхний пальцы вверх видишь это такая мощная выжимка вот не отлепляю руку раз и прожимаем идем выше и выше а человек лежит и чувствует что как будто бы его ноги есть какой-то кальмар гигантский дальше еще один прием есть смачиваем теперь теперь отжимаем от бирцевой кости мышцы вот туда 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 в ту сторону не на себе а туда мясо в кассе для ногу луками вот так и да и плавно и очень дальше бирцовая кость она развернута чуть вовнутрь вот туда от нее вот отделяем мясо вот такими пальчиками большой палец против всех остальных прищепка такая пути основных ходит вот массажиста такая профессия где нельзя быть брезгливым да у кого-то там ноги могут пахнуть где-то там что-то может быть ожог или там кутяпка какая-нибудь не хватает у человека либо помыть либо может не успел помыть или нет . на это естественно что-то не ставит неудобно положить да тут там боку бывает не вытер плотно люди бывают не чисто плотно до разных кто-то там сидит за собой так поэтому мы не брезгом кого-то там запах от ног целый день ходил в ботинках можно салфетка значит вот тут начинается уже точечная тема нас на сгибе да улыбку геймплей нарисуем это зона половых органов стимулирует пятка да и вот эта часть это область малого таза середина это область брюшины все что находится в жкт у нас да вот эта область грудного отдела это область головы с этой стороны получается так же как и на ладонях с внутренней стороны это все внутренние органы а с внешней стороны получается там скелет расположен точки скелета то есть вот по линии где меняется кожа стопы и вот этого истории другой стороны расположен позвоночник то есть вот это череп вот уши я пошла вот сам спина поясница крестец и копчику сюда выходит моих кому тоже прижимаем акупунктурно с двух сторон достаточно сильно все эти точки до конца чтобы не быть брезгливо можно так немножко поэтическую такую картину себе представить что это саксофон и музыканты у нас травим его нажимаем всякие точки клавиши только воображение прошу вас не увлеките слишком сильно бонштук в рот не берите так теперь вот тут косточка таранная называется на под ней и на дне и вот переходим как раз к стопе к акупунктуре да давай вот немножко ее всю проглазим вот так щекотки боишься вот если это больновато тогда можно плотно сдержать стопу вот так тебе проработать в эту и в эту сторону согреваем как-то их отделяем кожу от пятки костяшками да прям жестко а костяшками разворачиваемся сюда болезнь чуть поаккуратнее а вот тут находится уголок на котором вырастает шип который давит на это сухожилие это шип называется шпора шип это остеофит кальциты накапливаются там всякие и чтобы не накапливались мы обязательно прижимаем эту точку достаточно сильно до чтобы кровью вот эти кальциты вымывались и выходили из организма естественно способом далее мы без всякой китайщины да поэтому эти точки культуры не буду изучать просто представьте что это такая сеточка до как клеточку бумажечка да и вот на каждую точку прорабатываем методом шлацу то есть ввентились туда и вывентились ввентились и вывентились не более трех секунд на каждую точку тут может фантазировать можно двумя пальцами сразу в одну точку можем под по две точки сразу нажимать вот дошли до большого пальца здесь . туда вовнутрь немножко надо преподавить большой палец и под мизинец вот туда вовнутрь точек очень много и здесь да ну вот это уже пожелание вашему клиенту да если он просит массаж стоп некоторые прям очень любят обожают то вот все можно продавить с этой стороны и с этой стороны стопы между пальцев и в принципе на ногтях где заканчивается уголок такой . . . очень много но точечный массаж это немножко другая тема у нас мануальный массаж поэтому скоро мы начнем ногу крутить стопу вернее вот смотри костяшками пальцев растираем теперь за пальцы нагибаем сюда и натираем ахилова теперь берем за голень здесь как ракетку . . . от маленького танец и захватили вращаем на себя и вот себе очень быстро теперь берем вот где заканчивается стопа отделяется от этого так же как круче вот это место где отделяется можно попружинить прижимаем и уже не чувствуешь отделяется что больше делалось можно еще придавить бедро и раскачать сюда и восьмой ручки поделать рука ложится здесь а вторая рядом обратите внимание здесь много всяких косточек на стопе ну все их знать не надо там ладивидная губовидная всякая да но получается что с этой стороны с наружной 2 у нас сустава а с этой стороны 3 1 2 3 тык собственно говоря мы и расшатываем да нет но если какую-то боль испытывает человека обычно это ой на 200 минут и все выпускает да вот близко правильно поставить раскусили два пальца ступили да там все примерно все косточки примерно шириной по два пальца и 3 заступили расшатали теперь плюсовые кости здесь вот так сжимаем расширяем их в эту сторону и в эту сторону и в эту сторону с этой стороны вот получается движение да 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 там вы раскрываем сюда вот сюда ну считай что подготовили стопу и теперь берем пальчики вот так вдоль стопы туда как клавиши так нажимаем ну смотри еще давай вот так делаем с подкруткой берем это из эротического массажа не что пальчиками так ведем четыре линии будут и закончили на пальчике и покрутили вот так вот вытягиваем и крутим следующий как тебе приятно такое круто покрутили крайний за последнюю дистальную фалангу покрутили теперь мужик посильнее покрутить вот так вправо и надавливаем на них как на клавиши мягкого туда удалить клини которые нарисовали божественная музыка как игра на фортепиано смотри но можно пожестче сделать если не получается берешь к высыпать кроме большого туда ну да не он не вкусит по закону нога была сварена в кипятке где стыка все составы состоялись мы глянем смотрите прям ровно на палец туда длину длиной вытягиваем променяем его в сторону в ту или туда просто двигаем по его англию туда получается по анатомическому сгибу он же не может сюда лечь на стопу вот теперь все пальцы вздергиваем вот такую песнику делаем и и как мертвецов на леях на кораблях пиратских вверх вот так берем за все фаланги все фаланги проходим так вверх все получилось а большой палец отличается от всех остальных у него только две фаланги получается поэтому сгибаем фалангу под первым углом и против по ходу в предыдущий фаланги предыдущий держим удерживаем в ту сторону получается да направлены предыдущий фаланги о может не держать даже скорость была тоже получилось слушаю твое массивство растет с каждым часом все больше-больше молодец спасибо вам спасибо так вот часто бывает в альбус людей это выходит вот это кошек и вот это расширяется пульсные суставы и палец вот так загибается вовнутрь вот ну это уже у нас мануалка пошла то есть вот пульсные суставы расширились и палец загнулся вот так вот вот видно да вот так загнулся соответственно мы берем палец устанавливаем на этой косточке здесь расшатым сустав выдергиваем и поводить доворачивать сюда то есть на ранних стадиях вальбусах когда еще костная мозоль не образовалась это можно исправить да я даже сам себе исправлял вот так и вставил то есть вот значит находим где-то место там ямочка должна быть да закрепляем ее жестко вот этой костью до этой ямочки вот тут закрепляем жестко фиксируем можно даже за жестко фиксировать сам сустав расшат и потом скользнуть где-то вот туда на свой палец ну лучше взять на салфеточку чтобы не ускользовало и там расшатали расшатали одновременно выдержали и туда в сторону своего пальца указать все понял ну собственно говоря слава богу все прямо да собственно это уже самое здесь то есть находим где он сгибается чуть ниже захват вот он такой за большой палец да только не просто отдергивать перепонку порвать чтобы не порвать перепонку а именно на свой сустав он оделся так теперь давай еще дугло насколько я правильно понимаю а как бы дугообразно да 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 дугообразно так интересно теперь вот те суставы которые мы растягивали да плотно а ну салфистка как раз нам пригодится плотно чтобы не скользить обхватываем стопу вот так и вот так как бутерброд получается и своем вот этой части латеральной дают участь на косточку резко вот так локтями локтями как пропеллерами раз потом чуть повыше на два сантиметра два это вот с этой стороны даем на нужную часть помните здесь два тут три сустава теперь внутреннюю часть раз переставлю два три так вот сюда мы делали теперь в обратную сторону так переставляем и вот в эту сторону теперь раз два были наши руки вовнутрь оброшены пальцами да теперь пальцами наружу тоже самое бутерброд делаем и раз раз резко давайте теперь мы вот тут достаточно хорошо все установили вот берем эту пружину подняли его стопу и одеваем ее на себя раз переподнял ботинок обратно не так заходит в конце да изначально во всех приемах забыл предупредить везде соблюдаем прямой угол везде прямой угол туда не надо нагибать везде прямой угол по пятке можно простучать и так это хорошо стимулирует выработку семена жидкости вот и теперь вот такой приемчик вот так натянули и почувствую когда я расслаблый расслаблась вот так вот так вот так изначально передикулярно идет вовнутри вот ну как надо заворачиваться немножко сюда не заворачиваться теперь наклоняем вот туда и стопу выдергиваем к противоположному плечу где держимся за экватор стопы вот выше чем серединка чуть повыше запрещенную кость да я забыл сказать что тут своим локтем немножко придерживаем чтобы в сторону немножко нога вот получилось отлично ну в принципе как вот массаж закончился да некоторые теперь завершающие элементы это просто он прохлопали протяжка сибрацией стресли ножки вот так потянули на себя если больше 40 градусов пояснишка еще тянется вот так вот растрясли и сняли весь негативную энергию 1 2 3 все мы завершили массаж а если вы с нами не были то вы много потеряли по видео не научитесь надо быть здесь докажи отлично